Слава Украине! Приветствую от Полонского! Доброе утро! По результатам замечательной Бавовны вчера в Татарстане. Итак, друзья мои, был нанесен удар по двум точкам, находящимся по прямой, по прямой, скажем так, на расстоянии более 1200 километров от границ Украины. То есть наши замечательные дроны, на самом деле это были не дроны, это были мини-самолеты, это уже ясно. Преодолели расстояние как минимум 1500-1600, может быть больше километров, потому что никто их с границы, понятное дело, не запускал, по прямой они, понятное дело, тоже не летели. Так что это был, пожалуй, самый дальний, результативный, заметьте, удар по российской фашистской гадине с момента начала Российско-Украинской войны. Итак, давайте подсуммируем, куда попало. Прежде всего, прилетело два беспилотника по российскому заводу Шахедов. Завод полностью не уничтожен, сразу скажу, но ему нанесен очень существенный ущерб. И не знаю, смогут ли они прямо сейчас начать выпуск новых этих дронов, с этим мы еще разберемся. Но по заводу попало конкретно. Интересно, что вот это здание, которое мы все уже тысячу раз видели, это попадание, оно использовалось в качестве, как вам сказать, своего рода, знаете, обучающего комбината или техникума какого-то для террористов. То есть, российские бандиты устроили там эдакий международный террористический пул, где они обучали будущих террористов из других стран использовать вот подобные пепелацы, типа Шахед. И вот интересен состав тех, кто пострадал, как говорят сами расисты, они говорят, что пострадало 13 человек. Не буду это комментировать, не знаю. Мы все видели, что после первого замечательного удара по этой Шарашкиной конторе все оттуда выбежали и были на улице. Почему там кто-то пострадал, я не знаю. Ну, такое, оставим это на их совести. Значит, обратите внимание на страны, представители которых, как говорят расисты, пострадали при этом замечательном ударе. Итак, Зимбабг, Руанда, Конго, Кения, Нигерия, Южный Судан, Шри-Ланка, Киргизия. Ну и Россия, само собой разумеется. То есть, понятное дело, что, видите, там нет ни граждан США, ни Великобритании, ни Германии. Ну, нормальных стран там нет. Я имею ввиду цивилизованных абсолютно. А есть вот, есть то, что есть. Не будем давать им комплименты. Я думаю, сами прекрасно понимаете, это все очевидно. Единственное, что меня удивило, что среди пострадавших нет граждан Ирана. Они, наверное, сбежали первыми. Да, потому что вся вот эта Шараш-монтаж-контора, она, собственно говоря, започаткована иранцами. Понятное дело, что Шахет чистый иранский дрон. Рашисты каким-то образом пытались его, скажем так, производством максимально локализовать именно вот тут, на этой точке, на этой площадке, куда и прилетели наши замечательные дроны. И которая была частично уничтожена, скажем так, в результате этой атаки. И именно в этих корпусах их и собирали. Интересно, что есть видео, где какой-то расистский начальник ходит и радостно показывает корреспонденту, какому-то там пропагандисту. Вот, вот тут мы собираем наши фашистские детали. Вот тут мы собираем наши фашистские, значит, дроны. Вот это мы все соберем и будем убивать детей и женщин в Украине. Какие вы замечательные, добрые, хорошие фашисты. Вот, 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 вот так это все выглядело. Именно в этом помещении туда и прилетело. Я всегда в связи с этим вспоминаю прилет, не менее замечательный, по-моему, в Ижевске, да? Где точно так же вот эти вот, значит, зеркальные стены, помните? Сигвей, сборка российско-фашистских дронов и все такое. Там ФПВ дроны собирали. И этот директор ездит в этом помещении, он на этом сигвее рассказывает, как он вот сейчас миллион дронов они поставят. А потом туда прилетело. Этого места нет вообще теперь. Вот, ну это номер два. Только это было дальше, они думали, что по ним ничего не прилетит. Да, то есть место, скажем так, ну все вы видели, какой ущерб там нанесен. То есть еще один момент очень важный, что это было международное кубло террористов. Вот вдумайтесь, они собрали там людей из разных стран и учили их делать шахены. С тем, чтобы дальше, дальше распространять войну по земному шару. С тем, чтобы убить как можно больше людей. Ну шахер для чего? Он не годится для фронта. Это типичное оружие террора, террора тыла. Удара по гражданским. И вот российские бандиты и террористы надумали расплодить вот этот террор, распустить его вот по вышеперечисленным странам. Откуда и так сказать, если это можно назвать студентами. Ну, у Талибана приблизительно точно такие же студенты там в Афганистане. Вот, обучались там. Второй удар был нанесен по заводу, как мы знаем, компании ТНЕКО в Нижнекамске. Это завод, перерабатывающий 8 миллионов тонн сырой нефти в год. Значит, как минимум, один из дронов попал по башне первичной переработки топлива. Завод в настоящее время остановлен. Ну, посмотрим. Частично остановлен, потому что там еще есть башни. Он попал в самую большую, в самую продуктивную. Насколько этот завод будет нерабочим, мы еще выясним в настоящее время. Но одно ясно сейчас, что как минимум, по нему летело два дрона. Два. Как минимум, один из них достиг своей цели. По второму пока говорить не будем. Они говорят, что они сбили его каким-то тросом, там он зацепился за что-то. Но это то, что они говорят, им верить, это же себя не уважать, вы прекрасно понимаете. Вот, так что, ребята, замечательный, продуктивный удар. Заметьте, не посылалось 40, как расисты. Да, делают. Послали 40 этих шахедов, из них там 39 сбили. Один куда-то долетел, вообще не долетел, фиг пойми куда. Вот это называется, это там 5% долетело и так далее. А тут послали 4 всего. Из них как минимум 3 со 100% вероятностью долетело. Вот. А по одному есть вопросы. Вот это я называю качеством, вот это я называю правильной работой. Замечательно. Еще один момент. Вот эти вот наши последние троны, они будут помощнее шахедов. Так что, кстати, где наши шахеды, у нас ничего нет, у нас ничего не летает. Ну вот, нахер. Хотели получать, да. Так что, ребята, все нормально. Отрабатываем российско-фашистские предприятия. Отрабатываем легальные цели для наших ЗСУ в свободу Украины.